Экстремисты с группировки ИГ, захватившие город Пальмира, расправились в нем с 400 мирными жителями, сообщает Воскресенье Сирийское государственное телевидение. Большинство убитых женщины и дети со своей стороны, активисты, поддерживающие сирийскую оппозицию, сообщают, что на улицах города лежат сотни трупов. Боевики захватили Пальмиру ранее на прошлой неделе, вызвав обеспокоенность мировой общественности по поводу сохранности памятников культурного наследия в этом древнем городе. Тем временем ВВС Сирии нанесли серию ударов в городе Джисар-эш-Шугур, в результате которых погибли минимум 300 бойцов оппозиции, сообщает накануне Сирийское государственное телевидение. В результате этой операции сирийским военным удалось освободить несколько десятков сослуживцев, которые с апреля текущего года были окружены в больнице Джисар-эш-Шугура. Не менее 6 человек погибли, еще 12 человек пострадали в результате схода оползня из-за сильных дождей в Сузакском районе Джалалабадской области на юге Киргизии, сообщили накануне Интерфаксу в пресс-службе МЧС республики. В ночь на 24 мая в час 49 в селе Кыржол сельского округа Ирыс Сузакского района Джалалабадской области сошел оползень, который накрыл 5 жилых домов. Поступила информация, что погибли 6 человек, сообщили в министерстве. По данным МЧС, к настоящему времени найдены тела троих погибших, среди которых 5-летний ребенок. 12 человек были госпитализированы, ведутся поиски еще трех человек. На месте бедствия работают медики и сотрудники экстренных служб. Число пострадавших в результате схода оползня, а также размеры ущерба уточняется. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. Дуду поддержали только жители сельской местности, а в городах голосовали за Комаровского. Президент Польши Бронислав Комаровский признал свое поражение на выборах, сообщает ТАСС. Об этом он заявил накануне после обнародования данных экзит-полов. Не удалось на этот раз. Так решили граждане свободной демократической Польши, сказал он, поздравив своего конкурента Анжея Дуду с победой. Дуда, который вступит в должность главы государства только 6 августа, когда закончится срок полномочий Комаровского, пообещал быть открытым президентом. В понедельник 25 мая в России начинается основной период сдачи единых государственных экзаменов 2015 года. В нем примут участие 725 тысяч выпускников общеобразовательных школ, в том числе 650 тысяч выпускников текущего года. Для проведения экзаменационной кампании планируется привлечь до 40 тысяч региональных общественных наблюдателей, 2000 онлайн-наблюдателей и более 140 федеральных экспертов, передает ТАСС. Для сдачи ЕГЭ организовано 5700 пунктов проведения экзамена. Среди новшеств 2015 года включение в ЕГЭ по иностранным языкам устной части, хотя она является добровольной, выбор повлияет на получение максимального результата. Так, чтобы получить 100 баллов, необходимо сделать письменную и устную часть. В этом году на сдачу устной части записалось более 95% выпускников. Для жителей села Орзак Целиноградского района Акмолинской области Казахстана построят порядка 300 домов, сообщили агентству Интерфакс Казахстан в Акимате района. Строительство домов начнется на следующей неделе, отметили в Акимате. По данным местных властей, в настоящее время часть пострадавших живет в утепленных палатках. На сегодняшний день поданы 285 заявлений от жителей района на возмещение ущерба. Созданы специализированные комиссии с привлечением независимых экспертов, которые вынесут решение отдельно по каждому объекту движимого и недвижимого имущества. Ранее в селе Орзак было возведено около 4000 метров временных дамб, уложено более 20 тысяч штук межкатары. Принятые меры позволили не допустить затопления объектов социального и производственного назначения. Как сообщалось в сельском округе Орзак, в конце апреля прорвало дамбу на реке Нура. По предварительным подсчетам, на восстановление домов и сооружений, пострадавших от весеннего паводка, потребуется около 5 миллиардов тенге. В Садпаве Карагандинской области входят раки между 15-летним и 16-летним подростками. Один из них нанес другому смертельное ножевое ранение, сообщили агентство Интерфакс Казахстан в пресс-службе Департамента внутренних дел Карагандинской области. Подозреваемый задержан сотрудниками отделения криминальной полиции ОВД Садпаева и водворен в изолятор временного содержания. 15-летний подросток дал признательные показания, что нанес ножевое ранение потерпевшему в ходе возникшей ссоры. По факту драки и убийства возбуждено уголовное дело. Проводится расследование, сообщили в пресс-службе. В минувшую субботу в Доме дружбы состоялась встреча, посвященная Дню славянской письменности. Вместе с актюбинскими филологами и историками на ней присутствовали гости из России. За круглым столом обсуждались вопросы развития славянской письменности. Не обошли вниманием и казахский язык, перевести который планируют на латиницу. У этой реформы есть как сторонники, так и противники. По мнению тех, кто против этой идеи, языковая реформа может привести к расколу в обществе. В эти выходные в колледже сервиса состоялась встреча студентов, их родителей и педагогов с психологами и сотрудниками полиции. Вопросы, обсуждавшиеся на встрече, касались темы суицида. Среди учащихся в колледже обучаются дети-сироты и подростки из неблагополучных семей. Некоторые из них состоят в группе риска. Это все новости к данному часу. За развитием событий следите на нашем сайте. 3w.rikotv.kz Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова